Власти Ненецкого округа учтут мнение жителей поселка Красное при выборе места для строительства полигона захоронения ТКО. К такому решению пришли в ходе встречи руководства Департамента строительства ЖКХ энергетики и транспорта Ненецкого округа с населением. Из школьного забияки в титулованного спортсмена. Местная звезда бокса Анатолий Широкий ответил на вопросы в ходе диалога на равных. Как начиналась карьера и влияет ли спорт на становление характера. И стала известна программа Бурандея. Кроме зрелищных заездов для жителей и гостей состязаний, в этот день в районе проведения гонок на снегоходах предусмотрена культурно-развлекательная программа. Об этом мы не только расскажем в ближайшие 20 минут. Более 18 миллиардов рублей выделены из Федерального фонда обязательного медицинского страхования субъектом Российской Федерации для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правительства Российской Федерации. Регионы России в 2020 году получат средства в виде иных межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала. Средства будут направлены в соответствующие территориальные фонды, говорится в документе. Финансирование Ненецкого автономного округа в данном направлении в этом году составит более 36,5 миллионов рублей. И теперь переходим к одной из самых обсуждаемых сегодня тем – внесений поправок в основной закон России. Одна из инициатив – закрепление в Конституции положение об особом отношении к детям, которая была предложена депутатом Государственной Думы Ольгой Баталиной. Александра Литкова продолжит. Дети являются важнейшим достоянием России. Депутат Госдумы Ольга Баталина предлагает закрепить основным законом страны обязанность правительства создавать условия для духовного и нравственного воспитания детей. Данную инициативу полностью поддержала директор Центра содействия семейному устройству «Наш дом» Татьяна Гашева. Потому что на сегодняшний день мы наблюдаем оболь населения, это раз. Во-вторых, недостаточно высокую продолжительность жизни всего населения. И поэтому, если не будет детей, то как-то как-то государство перестанет существовать, потому что из детей вырастает взрослое население. Это первое. Второе. Очень бы хотелось, чтобы та статья, которая будет внесена в Конституцию в отношении детей, она так же работала, как все другие статьи. Кроме того, Татьяна Гашева отметила о важнейшей роли семьи в воспитании подрастающего поколения. Суть вот этой статьи будет заключаться в том, чтобы не только сохранить детское население, а чтобы дети, наше поколение будущее, они жили дольше, чем мы. Чтобы они жили в экологически благоприятных условиях. Чтобы они получали здоровую пищу. Чтобы они развивались нравственно, духовно. Чтобы они получили полноценное образование. И чтобы мы с вами, родители, не сталкивались с горем, когда нужно всем миром собирать деньги на лечение и оздоровление детей. Еще одно значимое изменение, которое предлагается внести в Конституцию страны, касается органов местного самоуправления. В частности, поправки планируется внести в 132 и 133 статью, где предлагается органы местного самоуправления внести в систему публичной власти. Поскольку это будет все внесено в основной закон Российской Федерации, все мероприятия, касаемые государственным в том числе функций, они будут финансироваться органами местного самоуправления уже на... И это будет скоплено законодательством. Это вот, безусловно, такой положительный момент, который я жду при внесении изменений в Конституцию Российской Федерации. На сегодняшний день обсуждения предложенных поправок в Конституцию проходят на различных площадках. Например, студенты Северного Арктического Федерального Университета совместно с преподавателями провели ряд мероприятий с привлечением научного сообщества. Северного Арктического Федерации Напомню, общероссийское голосование по изменениям в Конституцию состоится 22 апреля. Согласно законопроекту, этот день будет объявлен выходным по всей стране. Александр Литкова, Леонид Шушилов, Телеканал Север. В столице Заполярья прошло расширенное заседание коллегии Управления Росгвардии по Ненинскому округу, в ходе которого подвели итоги деятельности войск Национальной гвардии России в регионе, а также поставили задачи на 2020 год. Наталья Дуркина продолжит тему. Одним из приоритетных направлений деятельности Росгвардии остается государственный контроль за оборотом оружия, частной, детективной и охранной деятельностью. Им занимаются специалисты окружного центра лицензионно-разрешительной работы. За три года в регионе на 44% снизилось количество административных правонарушений, связанных с несоблюдением владельцами сроков перерегистрации гражданского оружия. Вместе с тем возросло количество оружия, поступившего от граждан в рамках региональной программы по добровольной сдаче незаконно хранящихся предметов вооружения за денежное вознаграждение. Продолжит проведение взаимодействия на улицах автономного автономного оперативно-фрактического мероприятия направлено на снижение рисков противоправного использования в применении зарегистрированного административного оружия, а также его утрат и ощущений. Продолжит командирование в отдаленные населенные пункты округа с целью оказания государственных услуг осуществления проверок условий обеспечения сохранности оружия для места жительства граждан и проведения разъяснительной работы в области аппарата руководства и снижения материальных издержек со стороны гражданского КПТ-центра и за незаконно-нарушительной работы в городе на 1 мая. На коллегии также обсуждались результаты работы сотрудников отдела внебедомственной охраны. За 2019 год они пресекли 10 преступлений и 761 административное правонарушение. Наблюдается снижение зарегистрированных преступлений более чем на 25%. В свою очередь начальник управления Росгвардии по Ленинскому округу, подполковник полиции Александр Дмитриев выступил с рядом предложений. Одно из них касается увеличения выплаты гражданам при добровольной сдаче оружия. Инициирует рассмотрение перед собранием депутатов Ленинского автономного округа вопрос об увеличении размера выплат граждан при добровольной сдаче граждан без регистрированного оружия в целях популяризации данного вопроса для повышения уровня эффективности работы в данном направлении. Продолжит проведение разъяснительной работы в виде консультирования и организации рабочих встреч с подкорбленными субъектами топливно-энергетического комплекса расположенного на территории Ленинского автономного округа. В свою очередь окружные власти высказали свои предложения по дальнейшему совершенствованию деятельности войск Национальной гвардии Российской Федерации в регионе. Власти Ненинского округа учтут мнение жителей поселка Красное при выборе места для строительства полигона захоронения ТКО. Такое решение было принято в ходе встречи руководства Департамента строительства ЖКХ энергетики и транспорта Ненинского округа с населением. Напомню, в регионе проходит общественное обсуждение по теме местоположения нового полигона твердых коммунальных отходов. Продолжит Алина Ваучейская. На обсуждение общественности предложены 8 перспективных участков для размещения полигона ТКО в Ненинском округе. Два из них расположены за пределами Нарьинмара, но находятся в 15-километровой зоне от контрольной точки аэродрома. Четыре участка за пределами границы населенных пунктов Ненинского округа и еще два участка расположены в трех и десяти километрах от поселка Красное. Эту информацию представители департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта Ненинского округа рассказали жителям поселка в ходе встречи. Ну и конечно мы все понимаем, что окружной полигон он все равно нужен, мусора становится все больше и больше. Но давайте, раз уж это новый объект и округ не планирует на разжить там 10 или 20 лет, а планируем мы жить дольше, то этот объект должен быть дальше от населенных пунктов и действительно выполнен в самых современных технологиях. Перспективы размещения полигона ТКО в непосредственной близости к поселку Красное традиционные места массового отдыха и сбора дикоросов вызвали опасения у населения. В частности, жители населенного пункта высказались против строительства полигона в районе реки Лиственничная. Вместе с тем, четвертый перспективный участок был оценен разработчиком технико-экономического обоснования как оптимальный вариант для расположения полигона. Развитая вблизи транспортная и инженерная инфраструктура позволила бы значительно снизить затраты как на строительство объекта, так и на последующую транспортировку отходов. Когда проходит любой полигон захоронения экологической экспертизы, там учитывается 15-километровая зона от аэропорта. То есть там запрещается располагать объекты массового скопления птиц. Хоть у нас сейчас действующий полигон хранения отходов находится в этой зоне, понятно, что ничего нового мы там без согласования экологической экспертизы не построим. Поэтому и была выбрана эта зона 15 километров, там, где можно вынести этот полигон за эту 15-километровую зону и была бы хотя бы транспортная доступность, чтобы не строить туда дорогу, подводить коммуникации, потому что это был бы золотой полигон. Жители посёлка обеспокоены качеством воды, которую в Красном используют как питьевую. В свою очередь начальник управления строительства окружного профильного департамента Михаил Фомин разъяснил, какие есть технологии и какие элементы будут использоваться для того, чтобы минимизировать вред окружающей среде. На полигоне мощностью 20 тысяч тонн в год предполагается захоронение отходов, прошедших предварительную обработку и обезвреживание на объекте размещения ТКО в Нарьенмаре. Фактически это приёмная площадка для несортированных отходов в городе Нарьенмаре. Там проводится их обработка, сортировка, осжигание. После этого, когда уже на выходе, то, что мы получаем, уже дальше невозможно сортировать, оно брикетируется и уж только после этого будет вывозиться сюда. Здесь, естественно, проектом предусмотрено будет КПП и контроль, что сюда нельзя будет вывозить несортированные отходы, они не будут пропускаться. Система фиксации будет, то есть весовая там и всё остальное. Вместе с тем председатель ИСПК «Харп» Надежда Канева считает, что строительство полигона в окрестностях Красного и реки Северной может негативно повлиять на деятельность оленеводов. В этих местах проходят сезонные маршруты бригад кооператива. Первые два участка, 3-1-2, это находятся вот здесь вот на горке у нас, где, знаете, карьера, да, где сейчас школа старая свалена. Здесь, значит, идёт у нас проходной, прогонный маршрут почти всех бригад, идущих на забой оленей. Это всё заметается и по прямой, где-то полтора километра до короля. Четвёртый участок, лиственничка. Отёльная стада второй бригады, она там полностью размещается. То есть, стоит там чум. По словам исполняющего обязанности руководителя профильного ведомства, полигон захоронения твёрдых бытовых отходов будет полностью соответствовать требованиям экологического законодательства. На участке установят водонепроницаемый слой, геомембрану, песчаные основания для дренажа, дренажный слой из песчаногранитной смеси. На полигон будут складироваться отходы, которые уже прошли предварительную обработку и обезвреживание на объекте размещения ТКО в Нарьинмаре. Остатки твёрдых коммунальных отходов, а также строительных и промышленных отходов 4-5 класса опасности, допустимых к размещению на объекте. Для повышения уровня экологической безопасности и исполнения требований законодательства в сфере охраны окружающей среды, остатки твёрдых коммунальных отходов будут складироваться на полигон в плотных брикетах, обёрнутых в прочную полиэтиленовую плёнку и сверху засыпаться песком. В ходе диалога между представителями профильного департамента и местными жителями было принято решение об исключении 4-го участка из числа перспективных для расположения полигона захоронения твёрдых коммунальных отходов. В ведомстве подчеркнули, что общественные слушания, которые продлятся до 30 марта, проводятся именно для того, чтобы учесть мнение всех заинтересованных сторон. Алина Ваучейская, Александр Литковый, Леонид Шишилов, Телеканал «Север». Окружные парламентарии обсудили готовность региона к организации бесплатного питания для всех учащихся первых-четвёртых классов. По информации профильного департамента, в текущем году на эти цели дополнительно потребуется более 25 миллионов рублей, а на весь будущий учебный год порядка 55 миллионов. Депутаты предложили детально проработать вопрос привлечения федеральных средств для возмещения расходов на организацию питания. Обеспечивать школьников начальных классов бесплатным горячим питанием предложил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 15 января. В законе вводится понятие «здоровое питание», закрепляются его принципы, особенности организации качественного, безопасного и здорового питания для детей и отдельных групп населения. Кроме того, документ запрещает использовать при производстве продукции для детского питания сырье, изготовленное с использованием кормовых добавок, стимуляторов роста, ГМО, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья веществ. На сегодняшний день право на бесплатное питание в государственных организациях Ненецкого округа за счет средств окружного бюджета имеют школьники с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды, сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также школьники, проживающие в интернатах и общежитиях, профессиональных образовательных организаций округа. Таким образом, в регионе более 50% всех школьников относятся к льготной категории, которые уже питаются бесплатно. Решение о выделении дополнительных средств будет принято на внеочередной сессии окружного парламента, которая состоится 12 марта в 14 часов. Из школьного забияки в титулованного спортсмена. Местная звезда бокса Анатолий Широкий ответил на вопросы в ходе диалога на равных. Одноименный проект Федерального агентства по делам молодежи призван познакомить школьников и студентов с известными людьми из мира политики, спорта, культуры и бизнеса. О том, как начался путь боксера и как спорт влияет на формирование личности, расскажет моя коллега Наталья Дуркина. Анатолий Широкий в детстве был непоседой и очень активным ребенком. Как признается сам боксер, руки постоянно тянули его на разборки с мальчишками после уроков. Именно тогда бабушка нашла применение таланту внука и отдала его на секцию бокса. Причем сначала Анатолию было очень трудно. Конечно, дисциплина, потом техника очень сложная. Где-то года три меня только учили технике около зеркала. Меня стояли и просто постоянно... Ну, года три я стоял постоянно у зеркала. Работал над техникой, чтобы она была на высоком уровне. Первым тренером боксера был Денис Гусев. В то время занятия проходили в оборудованном зале подвала средней школы номер один. Спустя время спортсмен попал в число участников окружной сборной, которую сформировал в то время Александр Помаха. Тогда же занятия стали проходить во дворце спорта «Норд». Первые соревнования Анатолий Широкий запомнил очень хорошо. Это был межрегиональный турнир по боксу на кубок губернатора. Поставили меня с мальчиком, который ездил как раз на Севане первое. Ну, я там выложился по полной. Я выиграл на легке, да, то есть не было сложностей. После этого сразу же началась моя карьера. В выездных соревнованиях и так далее. И выступал. Сила воли, развитие выносливости, укрепление духа, преодоление собственных страхов, слабости и неуверенности в себе. И это далеко не весь список тех качеств, которые развивает бокс. Анатолий Широкий признается, спустя годы тренировок его характер сильно изменился в лучшую сторону. Я туда пришел, вообще какой-то злой мальчик, очень. Потом мне это стало мешать. Тренера мне это стали объяснять. Ну, я псих, вообще там пришел волной, просто не кидался на всех. И меня тренера начали немножко переделывать, чтобы я был спокойнее. Потому что в боксе надо самое главное думать и играть, чтобы обмануть своего соперника, а не кидаться на него. Вот они начали работать со мной. И в процессе тренировочного, получается, дальше вот у меня все выработалось нормально. Я стал спокойнее. На сегодняшний день Анатолия Широкова можно назвать самым титулованным боксером региона. Он неоднократный победитель международных и всероссийских соревнований по боксу. Наталья Дуркина, Владислав Ткачев, Телеканал «Север». Стала известна итоговая программа для гостей «Бурандея-2020». В этом году для безопасности участников и гостей спортивного праздника мероприятие перенесено в район Центра активного отдыха «Большуха». Перед стартом соревнований его участникам предстоит пройти регистрацию, технический осмотр снегоходов и разминочный заезд по трассе, после чего пройдут первые отборочные заезды мужчин на снегоходах «Буран» и в свободном классе снегоходов. В 11.00 состоится почетный круг заезд, посвященный 75-летию победы, Великой Отечественной войне и Году памяти и славы. А в 11.10 начнется торжественная церемония открытия «Бурандея-2020». В 11.30 на линию старта выйдут представительницы женского пола. Они сразятся за первенство безотборочных испытаний. В 11.50 стартуют первые финальные заезды среди мужчин на «Буранах» в 12.10 в свободном классе снегоходов. Заезд ветеранов начнется в 12.30. Вторые финальные заезды в двух классах начнутся в 12.50 и в 13.10. Третий и последний финальный заезд в классе снегоходов «Буран» и в свободном классе снегоходов состоится в 13.30 и 13.50 соответственно. Подведение итогов и награждение участников соревнований запланировано на 14.40. Кроме зрелищных заездов, для зрителей и гостей состязаний в этот день в районе проведения гонок предусмотрена культурно-развлекательная программа. Она предполагает концертные номера, работу интерактивных площадок в зоне массового гуляния, в том числе этно-туристических, а также продажу сувенирной продукции, кондитерских изделий, мясной продукции и шашлыка. Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды. Спонсор выпуска прогноза погоды – группа компаний «Ростфинанс».